Сегодня особенный матч, я уже говорю, что это матч спонсорский. То есть мы сегодня празднуем, ну, так сказать, единение Норильского Удителя, компания Горнометологическая и ЦСКА. И это действительно семейные уже отношения, которые длятся много-много лет. И сегодня, вот прямо сейчас в гостях у нас здесь, у паркета, Владислав Гусемянов. Кто с вами, Владислав Иванович? Со мной мои внуки, внук Гена и внучка Леона. Раз мы говорим, что семья Норильский Никель, вот я и хотел продемонстрировать семью. Этому сотрудничеству уже больше 20 лет, и за все время не было никаких ни темных пятен, и никаких пасмурных дней. Мы доверяем полностью руководству клуба, поддерживаем их во всех делах и начинаниях. И последние результаты Евролига, Лига ВТБ, где ЦСКА заняла первые места, подтверждают правильность выбранной линии. Юлия Мясникова, на секундочку, чемпионка России, новоиспеченная за женский футбольный клуб ЦСКА. Я понимаю, что ты, конечно же, не так много смотришь в баскетбол, как в футбол, но тем не менее, что же для тебя может быть красиво в баскетболе? Очень высокий и накачанный парень. О-о-о! И градус нашей передачи повысился. Я тебе показываю фотографии баскетболистов. Ты не замуж? Нет. Это в данном случае, наверное, хорошо. А ты угадываешь, кто из них женат, а кто нет? Думаю, нет. Майк Джеймс, действительно, не женат. Как? Кулагин? Михаил Кулагин. У меня мама Кулагина. Мама Кулагина? Да, мой родственник. Ну а у нас в гостях люди, которые будут сжечь совсем скоро. Матис и Садко, люди, которые привносят хаос в нашу жизнь. Я прав? Он по-хорошему. Хаос в хорошем смысле. Как бы такое, типа, я знаю, что вы братья. Абсолютно верно. Как обычно же родственники там не всегда хорошо работают вместе. Как работаете вместе? Ну, на самом деле, бывает иногда тяжело, и мы очень часто с ним спорим. И даже иногда деремся. Прямо вот. Можем рассказать очень интересную историю. Один раз я сломал от своего брата палец прямо в студии. Вот он до сих пор кривой. Не брата сломал, а оп своего брата сломал. Да, да, да. Я просто сильный. Кто побеждает? Ну, как бы, ничья пока. Пока ничья. Пока ничья. Нас судьба свела с нашим хорошим, большим другом, благодаря которому мы узнали баскетбол. Баскетбол, благодаря которому мы стали ходить на баскетбол. Это Никита Курбанов, небезызвестный. Да, да, есть там один. Мы познакомились еще в Санкт-Петербурге. И он заставил нас по-другому взглянуть на этот вид спорта. И теперь мы с удовольствием приходим, когда есть возможность на матчи. Но маечку Никитоз зажал, да? Это еще пока. Пока. Когда нарушает правила один игрок против другого, это, типа, засчитывает, да. Хорош, раз, пол, есть. Знаешь, кто это объяснил бы? Еще раз, еще дальше. Еще дальше. Еще раз, еще раз дальше. Это те, когда открывают серпо, друзья мои, там было лето вообще. Ох, нет, ох, нет. Ну что же, это игрок нашей команды. Ох, нет. Следующий давайте посмотрим еще раз. Курбанов будет, нет? Вот другой. Вот, вот, один из самых известных баскетболистов вообще в истории российского баскетбола. Типа песня, человек, привет. Да, 47-й номер у него был. Андрей Кирилл. Пенко угадал. Считаем ему это. Есть, три. Три, три я угадал. Друзья мои, мы делаем хэштег. Записывайте внимательно этот самый хэштег. Хэштег здоровья Уилл. И прямо сейчас нужно сделать фотографию, которая, собственно, с таким хэштегом окажется в соцсети. Позвольте. Самые лучшие фотки выкладывайте обязательно у себя в инстаграме в хэштег здоровья Уилл. Лучшие фотки покажем на следующем эфире. Кто пожелал нашему 21-му номеру здоровья, отвечайте Уилла Клайберна обязательно. Он посмотрит, ему будет очень приятно. Он ценит вашу поддержку. С вами был Евгений Зеленых. Спасибо за внимание. Следите за активностями в наших соцсетях. Увидимся на следующей игре. Болеем за ЦСКА. Всем спасибо. Счастливо.